Рождественское послание католикосу-патриарху Мавову Третью. Возлюбленные о Господе, братья по апостольскому служению, преосвященные владыки, члены Священного Синода, достопочтенные священники и избранные дьяками, чадо Святой Апостольской Соборной Осирийской Церкви Востока, примитивник молитвы и апостольское благословение. Направдаю всем вам из земли наших предков в поздравление по случаю святого праздника Рождества Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа, родившегося от истинной Матери Пресвятой Девы и Брагословенной Владычицы нашей Марии, Матмария, ради спасения всего человечества. Один из титулов данных пророком Исаия, Сына Божиему, в связи с его рождением по плоти как истинного человека, Князь Мира, Исаия 9,6. Наряду с этим пророк нарекает Иисуса чудным, советником и Богом крепких миров, власть над которым он несет на своих кричах. Таким образом, этими высокими и божественными титулами было предсказано рождение Господа нашего Иисуса Христа в его человечестве. Однако, учитывая именно эти титулы, мы понимаем, что тот, в котором мир наиболее остро нуждается, это титул «Князя Мира». Ведь в нашем сегодняшнем мире происходят многие волнения и разделения между людьми, войны между странами, беспокойство в народах, а посему мир остро нуждается в мир. Однако истинный мир может прийти только от того и через того, кого пророк правительский назвал «Князем Мира», который есть Иисус Христос, Сын Бога Живого. И понятие «мир» подразумевает здесь не только отсутствие войн и конфликтов в мире или изобилие спокойствия. Но в первую очередь Бог создал подлинный мир в сердце и душе людей, когда послал Сына Своего в мир, чтобы спасти нас от греха и смерти. Следовательно, всякий мир греха и беспорядок в мире происходит от отсутствия мира в сердце человека. И это тот мир, который только Господь может дать человечеству посредством Иисуса Христа. Когда мы принимаем мир Божий в свои сердца через Иисуса Христа, тогда наша обязанность, как христиан, состоит в том, чтобы обратиться и стать послами мира Божьего в наших домах, в Церкви, в народе и во всем окружающем обществе, где бы мы ни находились. В этот святой праздник Рождества Господня достанем все мы орудиями мира Господа Бога, следуя пути чистой и подлинной христианской жизни, основанной на верности заповедям Божьим. Когда мы оглядываемся вокруг себя, сыновей и дочерей Азерийской Церкви Востока, то увидим, насколько мы нуждаемся в мире Христовом в нашей Церкви, а также в народе, как много различных разделений между нами и среди нас. Насколько уменьшилась вера из-за того, что дети Церкви уклоняются от пути веры в Господа Бога и исполнения своих христианских обязанностей, или ищут притворение своей веры мирскими путями в местах за пределами Святой Церкви. Это все вследствие смятения, неуверенности и сомнений в царящих в сердцах верующих. Возлюбленные о Господе, будем уверены, что наша вера Российской Церкви Востока несет в себе истинную христианскую веру, которую проповедовали святые апостолы Господа нашего всему миру. И они же основали Церкви в разных землях и краях. Как свидетельствуют апостолы, эта вера была однажды предана святым в послании Юды 1.3. Поэтому, дорогие наши духовные чадо, мы хотим утвердить вас в вашей истинной вере в Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа в ограде Святой Апостольской Соботной Ассирийской Церкви Востока. Апостолы Иуда призывают нас подвязаться ради этой веры, которая святая и православная. Это требует труда и усердия наших братьев и иерархов, своих епархий, и наших духовных сыновей, священников в своих приходах, совместно с дьяконами и приходскими советами. Дабы мы все, как одно единое дело, смогли сохранить нашу святую веру без каких-либо изменений. Давайте станем все вместе с служителями святой веры во всех сферах жизни и общества. В это время мы вспоминаем всех детей нашей Святой Церкви и ассирийского народа, которые стали мигрантами вдали от своей Родины в разных странах в ожидании прибытия для себя и своих семей в мирную гавру. Сегодня у нас тысячи ассирийских мигрантов в Иордании, Ливане, Турции и других странах. Наша обязанность постоянно оказывать помощь этим детям нашего народа, претерпевающим нужду в этих тяжелых обстоятельствах. Мы благодарим всех вас за поддержку, оказываемую ему организацией помощи ассирийской Церкви Востока, АСРО, которая трудится по мере возможности, чтобы прийти на помощь сынам нашего народа в этих странах и в других краях мира. В заключении мы возносим молитву за то, чтобы Святой Мир, который был объявлен небесными войсками, пастырем и человечеству при рождении Сына Божьего воплоти, почил на вас всех и пребывал с вами во всякое время. Давайте все вместе помолимся Господу Богу, чтобы Он положил конец катастрофическим вооруженным конфликтам, происходящим сегодня в странах Востока и Запада, в результате которых гибнет великое множество невинных людей, а противоборствующие стороны несут большие потери в боях. Мы надеемся, что Новый 2024 год от Рождества Христова будет благословен для всех вас и для всего человечества безразличным, чтобы Он стал годом и запилывающим спокойствием, миром и благословениями Господа Бога для всего рода человечества. Аминь. Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа со всеми вами. А вот религирует Божие милости указали Госпатриарх Ассирийской Церкви Востока в мире. Составлено в Патриархе Герии Великий Церкви Святых Апостолов Востока, Верги и Ирак, праздник Рождества Господа нашего. Поплотим. Спасибо.